Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами Умм Малик, и мы начинаем новую рубрику «Моё имя на арабском». Делитесь этим видео, подписывайтесь и оставляйте в комментариях те имена, написания которых на арабском вы бы хотели узнать в следующих видео. Перед тем, как начать эту рубрику, я долго думала, с какого же имени начать. И мой выбор пал на имя, которое начинается с буквы А. Так, чтобы никакое имя не обидеть, я решила, что мы начнём с имени Анна или Аня, чтобы оно начиналось на букву А. Итак, в русском языке есть две вариации этого имени – Анна и Аня. И мы сегодня научимся их правильно писать, иншаллах. Итак, первая буква – это буква Алиф. Она у нас как ровная линия, пишется сверху вниз, и останавливаемся на строчке. Но вы слышите, что это не короткий А, а это долгий А. Для того, чтобы показать эту долготу, сверху мы пишем волнистую линию над буквой Алиф. А получается немного продолговатое. Затем у нас идёт буква НУН, которая передаёт звук Н. Да, НУН пишется на строчке. Она меньше ростом, чем Алиф, и у неё есть сверху одна точечка. Для того, чтобы показать, что таких букв у нас две, в арабском языке у нас используется знак Шадда, который пишется над удвоенной буквой, то есть над буквой НУН. И для того, чтобы показать ещё дополнительно, что у нас с ней есть или после неё идёт буква А, мы сверху пишем такую палочку наклонную, которая называется ФАТХА, и передаёт звук А. Итак, у нас уже получилось АННА. АННА. Да, но этого недостаточно. Да, почему? Потому что у нас в русском мы слышим Анна, Анна. Немного мы слышим звук продолговатый, да, то есть он как бы длится Анна. И чтобы показать эту долготу, после буквы НУН мы пишем Алиф, да, уже соединяясь с НУН и поднимая вверх до той же длины, как у нас была и первая буква. Итак, у нас получилось Анна, Анна. Теперь перейдём к следующему варианту этого имени. Это Аня, Аня. Да, оно уже отличается, но начинание такое же. Да, при начинании мы тоже говорим как бы продолговатую А. Аня, Аня. Вот это А, так же, как и Анна, напишем Алиф с волнистой такой чертой сверху, которая нам подскажет, что это долгий звук. После этого у нас есть тоже буква НУН, как и перед этим, но она уже не удвоенная, поэтому удвоение мы сверху не пишем, мы не видим этого удвоения. Но в русском языке вот этот переход, он такой плавный, Аня, НЯ, да, то есть мягкий такой звук. В арабском же языке такого перехода не будет, поэтому если арабы будут это озвучивать, они, скорее всего, скажут АНИЯ, АНИЯ, да, то есть НИ будет с кесрой, с палочкой такой наклонной снизу, которая будет давать нам звук И. После этого у нас есть буква Я и Алиф, да, которая будет вместе давать звук Я, долгий Я, то есть Я с точками двумя снизу, сверху ФАТХА это Я и длинный Алиф, после этого продолжение как бы длины Я. И так все вместе у нас получится АНИЯ, АНИЯ, да, то есть, скорее всего, в арабском языке это будет звучать так, да, АНИЯ, мы скажем на русский мотив, в арабском АНИЯ. Баракаллаху фейкум. Надеюсь, вам было полезно. Делитесь этим видео, подписывайтесь, оставляйте в комментариях имена, которые вы хотите увидеть в этой рубрике. До скорой встречи. Ассаляму алейкум. Ва рахматуллахи. Ва баракату.